18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Здесь нужно учесть не только пожелания жителей города, но еще и учесть близость моря. Обновленный парк для селян. Запланирована работа, которая полностью изменит образ центра Станицы Анапская. Избиратель должен четко понимать, где в день голосования он будет находиться. Принять участие сможет каждый. Проголосовать по заявлению в день президентских выборов есть право у всех избирателей. Очень живые, быстрые, легкие. Он делает их в течение 5, 10, 15 минут. Анапа – город талантов. В детской школе искусств открылась персональная выставка Эмира Джилерчика. Глава Анапы встретился с коллективом бюджетообразующего предприятия города-курорта. Юрий Поляков прошел по производственным цехам Анапского хлебокомбината и пообщался с его сотрудниками. О чем шла речь на встрече в нашем материале. Сердце завода – производственный цех. Здесь выпекают, пожалуй, самый востребованный продукт на наших столах. 500 граммов весят буханка и ни грамма меньше. На соотношение веса и цены с продуктом из социальной корзины не экспериментируют. Свыше 100 наименований хлеба и хлебобулочных изделий. Не каждое предприятие может похвастаться таким ассортиментом. А сколько тонн в день? Сегодня. Давайте так, в среднюю погоду, потому что в летний курортный сезон – это больше. 20 тонн. В среднем 20 тонн. А мы, по-моему, можем грузить до 60. Да? Да. Можно и 60, но встает вопрос о реализации. Любому производителю нужен рынок сбыта. Это первое, что скажет глава города на встрече с коллективом Анапского хлебокомбината. Вот сегодня, когда говорили с Елена Анатольевичем по реализации хлеба, мало того, что мы, наверное, нуждаемся в том, чтобы в Анапе были какие-то, наверное, фирменные, что ли, хлебные магазины анапские, да? Это увеличение реализации. И вот я и ранее помнил, и сейчас знаю этот вопрос, и поручение я дал заму своему о поторговле. Чтобы увеличить реализацию, наверное, нужно вплести сюда, грубо говоря, санаторно-курортный комплекс, который летом поглощает хлеба, ай-яй-яй, сколько. Я думаю, что мы с санаторно-курортным комплексом поработаем в сезон и два, и просто обяжем их брать наш анапский хлеб и заниматься этим. Тем не менее, нерабочие вопросы стали лейтмотивом встречи. Из 271 сотрудника хлебокомбината большинство анапчане, которых волнуют проблемы родного города. Например, незаконная парковка транспортных средств. Дело в том, что в Анапе только в летний период есть КМП, которые занимаются эвакуацией. Сейчас, я даже к своему комбинату просто подвязываюсь, мы специально в системе единой дислокации поставили, установили знаки, что стоянка запрещена, работает эвакуатор. Но знаки не действуют, потому что это действительно проблема, потому что забирать машин нет. Но решение проблемы не в запрещающих знаках и эвакуаторах, говорит глава Анапы. На любой запрет должна быть альтернатива. И здесь надо решать комплексно проблему отсутствия парковок и бездумной многоквартирной застройки. Сегодня, если раньше машина была роскошь, но сегодня это средство передвижения. Практически, практически у каждого человека есть машина. Очень у многих есть две машины в семье, да? Но мы ставим на задачу, парковочные места около новостроек должны быть. Это проблема, которую они создают, когда вокруг домов, во двора все забито этими машинами. Председатель горсовета знает, мы вышли с предложением на сессию, вот мы в середине февраля будем рассматривать, и мы имеем право на основании краевого закона, свой закон местный сделать, чтобы вы все знали. Мы хотим ввести коэффициент один. Одну машину на одну квартиру. Задали и самый острый на сегодня вопрос. Когда начнется строительство школ и детских садов? Первое движение, которое я сделал по городу Бурук-Донапа, это у нас есть РГСУ, знаете, да? Конечно, да. Я обратился к министру образования Российской Федерации, попросил Вениам Иванович, он меня поддержал, чтобы нам передали РГСУ на Тургенево четырехэтажное здание, чтобы хотя бы разгрузиться одной школой. Ну хотя бы, хотя бы. По шестой школе пристройка на 400 мест. Проект готов, все готово, экспертиза готова, сейчас деньги выделяют, будут строить. Следующая школа, 1550 мест, будет сдана 1 сентября 2020 года. Разрешите узнать, в каком месте где? В Горгипе, на той стороне. Завершается строительство садика в Алексеевке. В ближайшее время социальная стройка начнется на улице Крымской. Возведение второго детского сада. Движение есть. В течение пяти лет Анапа прирастет новыми соцобъектами. В управлении жилищно-коммунального хозяйства завершился прием заявлений на участие в приоритетном федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Всего было принято 109 заявлений. Теперь участникам необходимо разработать и предоставить проекты благоустройства территорий, над которыми будут трудиться опытные архитекторы. Анапский округ – самый крупный из сельских территорий. Численность его населения – около 25 тысяч человек. Самое посещаемое и любимое место всех селян – это парк 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно здесь запланирована работа, которая полностью изменит образ центра станицы Анапская. Решение возобновить парк и сделать реконструкцию – это будет еще один плюс для нашей станицы в связи с тем, что у нас будет строиться стадион FIFA, будут проходить соревнования, стадион будет современный, и чтобы сочетать эти все архитектурные сооружения. Специально для разработки проекта из Краснодара приехал архитектор. Вместе с комиссией, в состав которой вошли сельская администрация, общественники, депутаты Анапского округа, приглашенный специалист посетил место будущего благоустройства. Здесь почти на двух с половиной гектарах планируется провести основные работы. На предполагаемом объекте благоустройства появятся спортивные площадки, будет проведена реконструкция мемориала воинской славы. Восстановлен фонтан. Это уникальная возможность получить опыт работы именно в приморских городах, потому что это особые объекты. Здесь нужно учесть не только пожелания жителей города, но еще и учесть близость моря, близость прибрежной зоны и сформировать в едином стиле архитектурный облик. Летом этого года я была участником форума «Единой России», который проходил в городе Краснодар и был посвящен как раз формированию единой городской среды. И была тема как раз «Парки малых городов». И как раз для меня это уникальная возможность воплотить опыт, который я получила на этом форуме. Согласно плану реализации проекта, архитектор должен проработать и представить эскиз проекта. На работу уйдет порядка полутора месяцев, а уже 18 марта жители города смогут проголосовать за понравившиеся эскизы всех участников программы. Руслан Душевский, Анапа-регион. И в продолжение темы благоустройства. Въездным группам в город новый облик. Такую задачу поставил глава Анапы Юрий Поляков. И в декабре прошлого года был объявлен конкурс на лучший дизайн новых стелл. Первоначально срок окончания приема заявок был датирован 15 января. Однако работы продолжает поступать в оргкомитет конкурсной комиссии под председательством заместителя главы курорта Анжелики Студеникиной. Принято решение продлить прием заявок еще на две недели. Напомним, в состав комиссии вошли специалисты управления архитектурой, градостроительства, ЖКХ, культуры, депутаты, представители общественного совета. Первый проект поступил от Сергея Камагина, который использовал оформление символа солнца, моря и песка, главных природных богатств Анапы. Несколько интересных предложений представил также профессиональный художник-дизайнер Алексей Варава. Как сообщили в Управлении архитектуры и градостроительства Анапы, на сегодняшний день поступило 8 заявок. Все работы разные, но в большинстве прослеживается тематика детского курорта. Прием конкурсных работ продлен до 5 февраля. Материалы принимаются по электронной почте. Адреса указаны на экране, а в распечатанном виде по адресу Управления архитектуры и градостроительства. Город Анапа, Терская, 190. Прописка не имеет значения. Если избиратель предполагает, что в день выборов президента России 18 марта он будет находиться не там, где зарегистрирован, он может подать заявление, что не будет голосовать по месту фактического проживания. Оформление документов займет минимум времени. Сделать это можно в территориальной избирательной комиссии. Кроме того, услугой можно воспользоваться, обратившись в многофункциональный центр. После этого избирателя исключат из одного списка и внесут в другой. Технически это совершенно несложно. Избиратель, обращаясь в пункт приема заявлений, может воспользоваться помощью оператора специального программного обеспечения, который буквально в течение двух-трех минут поможет ему заполнить в электронном виде заявление, распечатать. Это займет совсем немного времени и поставит свою подпись. Для того, чтобы воспользоваться услугой голосования по месту нахождения, избиратель должен четко понимать, где в день голосования он будет находиться. Таким образом, оператор поможет найти ближайший избирательный участок и в заявлении указывается тот избирательный участок, где избиратель сможет проголосовать. Он приходит на тот избирательный участок, который указан в заявлении и предъявляет отрывной талон для голосования от этого заявления и на основании этого талона. А соответственно, той процедуре, которая уже произведена, избиратель уже внесен в списки для голосования. И по вот этому талону, отрывному для голосования, где указывается, на каком избирательном участке избиратель может проголосовать, избиратель реализует свое право. В январе исполнилось 100 лет со дня создания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это уникальный российский опыт, подтвержденный нормами международного права и результатами многолетней работы. В городском театре чествовали тех, кто нашел в этой работе призвание. Результат деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав был бы минимальный, если бы не совместная работа с коллегами. Здесь и общественники, и руководители социальных организаций, силовые структуры и администрация города. Цель нашей комиссии это не наказание, а это помощь наших детям, подросткам, их семьям в комплексе. Когда-то или в какой-то момент вдруг, если вдруг они оказались в какой-то сложной для себя ситуации, действительно отрабатывают множество служеб. И все те, кто сейчас находится в этом зале, и тех, кого нет, потому что они работают в данный момент. Это, конечно, команда единомышленников. Людей, которые работают на отдачу. Людей, у которых неравнодушные сердца и активная жизненная позиция. Это уже, наверное, призвание на всю жизнь. Благодарности от имени главы курорта Юрия Полякова получают те, кто еще в прошлом веке начинал эту профилактическую работу. Это ветераны комиссии по делам несовершеннолетних. Елена Акулова пришла в структуру в 1995 году. Этой нелегкой работе посвятила без малого 20 лет. Сейчас на заслуженном отдыхе. Если сравнивать с того времени, когда только я начинала работать, конечно же, молодежь была немножко не такой, как сейчас. Сейчас уже наш век, век интернета, век, современный век. Поэтому и молодежь тоже, она меняется, и дети меняются, несовершеннолетние наши. И проблемы у нас совершенно другие. Если раньше было просто бродяжничество, то сейчас это уже иной мир. Это мир интернета, который вовлекает детей в замкнутое пространство. Я считаю, что больше замкнутое. Если даже раньше можно сказать, что они встречались и на улицах, то сейчас они замкнутые, поэтому особенно нужно относиться к детям. Также чествовали и тех, кто сейчас в строю и с честью выполняет свою работу. Главный результат – существенное снижение количества происшествий, связанных именно с детьми. С введением на территорию Краснодарского края закона 1539 у нас с 2008 года имеется позитивный сдвиг, очень большой, я считаю. Это, значит, по итогам года у нас, из тех, что 2017 года, значит, по сравнению с 2008 годом, если брать статистические данные, очень значительный сдвиг. В прошлом году у нас выявлено 550 несовершеннолетних, находящихся на территории, в общественных местах муниципального образования города Куратанапа без сопровождения законных представителей. Все данные несовершеннолетних переданы родителям в код соответствующей расписки. Почетные грамоты и благодарственные письма были вручены 40 сотрудникам, которые входят в Комиссию по делам несовершеннолетних. В заключение юбилярам творческие коллективы городского театра подарили большой праздничный концерт. Руслан Душевский, Анапа-регионы. Для улучшения транспортного обслуживания населения в Анапе изменится схема движения общественного транспорта у автобусов под номерами 111 и 128 с понедельника 22 января. В связи с вводом эксплуатации жилых комплексов «Радуга», «Молодежный» и «Новостройка» на «Рождественской» маршрут номер 111 Анапа-мик район 12 хутора Усатова-Балка через станицу Анапскую продлили. Теперь движение будет осуществляться в прямом направлении. От улиц Парковой по переулку Сиреневому, улицам Маяковского, Краснодарской по улице Чеховой и далее по прежнему маршруту. Схема движения общественного транспорта по 128 маршруту Анапский автовокзал село Витязева база отдыха «Ника» также изменен для удобства жителей. Начальным пунктом отправления станет автобус на остановочный пункт ТРЦ Красная площадь. Более подробно всю интересующую информацию по изменениям движения этих маршрутных автобусов можно узнать на официальном сайте администрации Анапы. Близится крещение. Медика рекомендует желающим окунуться трезво, оценить свои силы, ориентироваться на погоду и собственное самочувствие. В частности, резкое погружение в холодную воду сопровождается резким выбросом адреналина, что опасно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Любые купания полезны, если они системны. В нашем случае, который мы сегодня обсуждаем, это разовая акция, это разовое купание. Не само купание несет опасность, а то, что будет происходить после купания. То есть, человек, который из тепла погружается в холод, здесь только от факта резкого переохлаждения. Могут быть сбои в сердце, может быть нарушение дыхания, это стрессовая ситуация. То есть, только с этим связано. Прямого вреда здоровью от непосредственно резкого охлаждения здесь нет. Вред больше и опасность после купания. Когда человек вылазит из воды, он не оценивает адекватно температуру окружающей среды. Поэтому, если он, выйдя из воды, из источника, из проруби, сразу надевает халат, сразу тепло закутывается, то риск для здоровья минимален. Очень опасны переохлаждения, потому что ветер, испаряя воду с поверхности тела, охлаждает еще ниже температуру кожи. По словам главного врача, при любых сомнениях стоит обращаться к медикам, которые будут дежурить в специально оборудованных для купания местах. В центральном пляже, в районе санатория Малая Бухта, а также в станице Благовещенская. Там будут установлены кабинки для переодевания. Можно будет бесплатно выпить горячего чая. В детской школе искусств открылась персональная выставка Эмира Джилярчика. На его счету призовые места на городских и краевых конкурсах. Педагоги говорят о нем, как о талантливом графике. Родители, как об очень увлеченном человеке, который в буквальном смысле живет искусством. Ну, наверное, пес. Эмир не готов сказать, какая из его собственных работ любимая. На этом стенде самые свежие картины. Родителям нравится портрет коренного жителя Северной Америки. Это компиляция из фрагментов, найденных в интернете. Сегодня это окно в мир, где можно посмотреть сюжеты, типажи для портретов. Там же полное собрание сочинений мировой живописи и графики, начиная с наскальных рисунков кроманьонцев. Кроме того, сотни мастер-классов по классическим и современным техникам. Здесь, например, тушь и акварель комбинируются с шариковой ручкой. Он очень много в течение дня этим занимается. Даже когда делаешь ему замечания, выполни уроки, он говорит, дайте мне немножечко порисовать, я немножко вдохновлюсь, и тогда у меня может быть и на другой процесс у меня будет более приподнятое настроение. Это персональная выставка Эмира. Работы за четыре года учебы в школе искусств. Немного импрессионизма. Здесь уже этнические мотивы. Эксперименты с ограниченной палитрой. Красные и желтые цвета на черном фоне. Особняком работы на военную тематику. В центре люди. В этом случае они просто отдыхают, стараясь отвлечься, насколько это возможно. На стендах далеко не все. Часть работ дома, помимо этого, такие вот тетради для набросков, когда рука сама тянется к карандашу. В основном дома, когда, допустим, тяжелый день, и как-то расслабиться, там, не знаю, стараюсь чем-то себя развлечь. И рука сама ведет, ты как бы думаешь, что ты рисуешь. Стараюсь, чтобы было вот так, как я хочу. Но не всегда так бывает. В творчестве неожиданный результат, скорее норма. Технически это неоконченная работа. Но автор вместе с преподавателем решили, так тому и быть. Раиса Кумпан работает здесь 25 лет. По ее словам, такие выставки проводятся для того, чтобы учащиеся могли посмотреть работы тех, кому уже сегодня есть что показать. Я обожаю его графику. Очень живые, быстрые, легкие. Он делает их в течение 5, 10, 15 минут. Это высший уровень, вообще высший пилотаж, я считаю, что для ученика 14 лет, для пятиклассника, это очень хороший уровень. Вот они, наброски, они выполнены в разных техниках. Есть новая техника сейчас, вот он много ищет, действительно и в интернете, и сам пробует различные материалы. Это фломастер нового образца, который сродни акварели и в то же время графика. Уже в ближайшее время Эмир приступит к дипломной работе. В будущем надеется, что увлечение перерастет в профессию, связанную с архитектурой или, например, с дизайном. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин